Очаков ТВ представляет Здравствуйте Привет Давно хотел с вами поговорить Давайте По какому поводу вы хотели поговорить со мной? Ну вы же обычно общаетесь по поводу политики и войны Украины Да, да, совершенно верно Вы из какого города? Я общаюсь в городе Красноярска А сейчас в данный год Москва Давайте, конечно, о чем бы хотели поговорить Давайте попробуем, почему нет На любые темы, включая войну Но с другой стороны, как бы Я знаю все ваши тезисы То, что вы говорите Ну, вы с чем-то не согласны? Во многом не согласен Давайте, что больше всего вас напрягает В моих тезисах? Ну, допустим Мне не нравится то, что Не то, что не нравится Не, не правильно То, что вы говорите, что Россия напала первой на Украину Я вот с этим не согласен Вы не согласны? А почему? У вас есть какие-то аргументы На основании которых Можно считать, что Россия не напала На Украину Ну, есть Есть глобальный аргумент Есть локальный Но локальный я не буду говорить Потому что там Начинаются юридические вопросы А по глобальному Я могу сразу сказать Что, допустим Мне не нравится то, что НАТО Влупилась в Украину И И Использует Украину С помощью Использует Украину Каче-то рано Против России Но мы же сейчас не об этом говорим Правильно? У вас вопрос Вы не согласны со мной Когда я утверждаю Что Россия вторглась в Украину Правильно? Нет У меня наоборот Как раз наоборот Я считаю Что Россия напала на Россию Нет, нет Я считаю Что Украина напала на Россию Напала Давайте В каком месте И когда она напала Это же самый простой Контрольный вопрос Знаете, как вот Контрольный И все И на этом все заканчивается Давайте я слушаю ваш ответ Я же еще раз говорю Я говорю глобально Глобально Может не глобально Ответьте на мой вопрос В каком месте И где И когда конкретно Украина вторглась На территорию России Давайте Политически 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 Ах, политически Вторглась Да Но когда я утверждаю Что Россия Вторглась На Украину Я же говорю Не про политически А про военный путь Физически Россия физически Вторглась С этим-то вы согласны Или нет Нет Не согласны То есть Украина Вторглась на территорию России Правильно? Физически Ну там Было нападение На границу Насколько я знаю Где и когда Где На какой границе 21-го 21-го Как раз Перед 21-го Чего И какого года Ну вот Когда было 21-го февраля Какого года 22-го 21-го февраля 22-го года Украина Вторглась На территорию России Я вас правильно понял? Нет Была 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 Провокация Какая была Провокация Ну там Заехали По Подразделению Где я могу Об этом Прочитать В российских Источниках Вы единственный Человек В мире Наверное Который Об этом Знает Остальные Просто Не в курсе Поделитесь Инсайдом Я же Не с потолка Это делал А откуда Я думаю Что с потолка Где вы Это взяли А где Откуда От сплинтуса Пола Откуда Вы взяли Со стены В гугле Давайте Где Какой Какой источник На российскую Заставу Какой источник Это вам Сказал Google Ну Google Это Поисковик А в гугле Понимаешь Что вы хотите Не спровоцировать На то Что Я не хочу Пройдет Я хочу Узнать Источник На основании Которого Вы сейчас Такую глупость Говорите А какие источники Могут быть Достаточно Информированы Какие могут быть Достаточно Легитивны В наше время Расскажу вам Значит смотрите Я лично О себе расскажу Как Каким источникам Я верю Если какой-то Один источник Сказал Там И вот Достоверные Не 3-4 Источника Берешь Золотую Середину Нет Не никакую Не золотую Середину Надо брать Не 3-4 Источника А как можно Больше Источников Причем Причем Желательно Подайте Я закончу Мысль Причем Желательно Чтобы все Эти источники Были Из Плюс-минус Тех Источников Которым Вы до этого Уже доверяли Потому что Они не были Пойманы На лжи Например Все что говорит Ваше телевидение Соловьев Киселев Скобеева И прочая Шваль И Путин В том числе И другая Шваль Этим источникам Доверять нельзя Вообще Ни одному Слову Потому что Они все Врали И неоднократно Понимаете Нормальные люди На слово Им не верят Хотя иногда Они могут Скать какую-то Правду Но любое Слово Может оказаться Ложью Вы же это Понимаете Можно Отвлечься От той Предыдущей Темы Которую Говорили И один вопрос Затем 11 Если он Нечастный А политический Задавайте Не Он никакой Нечастный Неполитический Это чисто Нет Политический Вопрос Я здесь На политические Темы Говорю Не Не Он В принципе Я не знаю Как его расценивать С какой точки зрения Вот Вот скажите Мне пожалуйста Вот допустим Вот вы Постоянно Все ссылаетесь На Скобееву Соловела А я уже Несколько лет Их даже не смотрю Вообще Ни разу не смотрел Вот Мне Вот как Вот мне Как обычному Человеку Оценивать Ситуацию Если Вот вы Постоянно Сылаетесь Вот Вот с вашей стороны Я Скобеева Соловьев А я Давным Давно Не смотрю Уже не вижу Как мне Вот эту Ситуацию Оценивать Да Да Легко Расскажу Смотрите Это вы считаете Что вы Давно Не смотрите Скобееву И Соловьеву На самом деле Вся ваша Информация Я Я Я не закончил Ответ Я вас Не переберу На самом деле Вся ваша Информация Вне зависимости От того Из какого источника Вы ее берете Она Замешана На Скобееве И Соловьевой Образно говоря Когда я говорю Скобееву Я не имею ввиду Именно Ольгу Скобееву Когда я говорю Соловьев Я не имею ввиду Вот этого Полудурка Блин Я имею ввиду Что Пропаганда На вас Льется Из каждого Утюга И все Это называется Скобеевщина Соловьевщина Киселевщина Можете назвать Понимаете Вот ответ Я внятно объяснил Мне это тяжело понять Потому что я не понимаю Как они могут на меня влиять Если я даже не слушаю Вы слушаете Другие Другие Источники информации Которые Которые Говорят Которые Говорят То же самое Что говорит Скобеева Вы не поняли Так я Источник информации У меня Телеграмм Канал Телеграмм Каналы Говорят Устами Скобеевой И Соловьева Так я Телеграмм Канал И смотрю И ваши И наши Совершенно верно Только вы Анализируете Правильно Понимаете Правильно Анализировать Правильно Анализировать Это когда Нет Я хочу Вам ответить Что такое Я Нам Хочу Ответить Вам Нужный Мой Ответ Что такое Правильный Анализ Это Особая Это анализ событий, основанный на фактах, либо на большом количестве информации из источников, которые до этого вы считали всегда достоверными и которые не были пойманы на лжи. Вот что такое правильный анализ событий, ситуаций, информации. Это то, что делают все нормальные люди. То есть вы не опираетесь даже на какую-то свою логику. Может она у вас хромает. Надо включать все вместе, понимаете? А вы, вам из каждого утюга вашего, в том числе телеграмм ваших, это все у Стас Кобеевой и Соловьева, образно говоря. Хорошо, я понял вашу точку зрения. А вот тебе скажите, а с вашей стороны не льются пропаганды? Расскажу вам. Смотрите, пропаганда имеет два значения на самом деле. Само слово пропаганда само по себе, это неплохое слово. Например, можно пропагандировать здоровый образ жизни. Можно пропагандировать мир. Вот я могу сказать, я пропагандирую мир. Я хочу, чтобы остановилась война. Подождите, я не закончил, я не закончил. Не надо меня перебивать, я закончил. А можно пропагандировать? То есть нести хрень, фальсифицировать, перевирать факты, заниматься софистикой, заниматься казуистикой, заниматься холастикой. И все это будет частью пропаганды. В отрицательном смысле. Это то, чем в арте все утюги занимаются. Что? То же самое, что говорит, что земля плоская. Ну, то есть такие пропагандисты, которые кричат, что земля плоская, там туда-сюда. Человек, утверждающий, что земля плоская, он не пропагандист. Он ничего не пропагандирует, кроме тупости. Можно его назвать пропагандистом тупости. Но это просто файл. Я не закончил. Я не закончил ответ. Когда человек утверждает, что земля плоская, это значит, что у него отсутствуют базовые элементарные знания или желание получить эти базовые элементарные знания. Получить знания, да. Нет, я желаю получить базовые элементарные знания. Но я не думаю, что я их могу получить от вас. А от кого вы их можете получить, вы думаете? Ну, я не знаю пока. О, вы не знаете. То есть получается, что вы не знаете, где и как можно получить базовые элементарные знания. А я знаю. В этом разница между вами и мной, понимаете? Нет, я не спорю, я же ничего не говорю. Совершенно. Допустим, вы знаете законы логики? Законы логики? У логики очень много законов. Давайте отмучьте, отмучьте ваш закон логики. Что вы имеете в виду? Я не буду отмучивать. Ну, а к чему вы тогда это сказали? Я наизусть их не знаю. Но законы логики существуют. Их давным-давно уже сказали там бывшие наши философы. Я просто наизусть их не могу процедить. Причем тут это? Вы или умеете... Смотрите, законы логики – это закон дедукции. Это от простого к сложному, от общего к частному. Есть множество вот таких вот законов. Нормальный, разумный человек, обладающий логическим мышлением, который следует этим законам для того, чтобы либо выдать информацию, то есть проинформировать кого-то, да? Либо понять информацию, как к нему, например, ее преподносит. Вот эти все законы включаются. Человек их использует, понимаете? Совсем не обязательно знать формулировку законов логики для того, чтобы уметь логично мыслить. Не, ну я понимаю, про что вы говорите. Я знаю, что... Но я использую, стараюсь использовать в своей повседневной жизни эти законы логики. И как получается? Не совсем. Просто... Бинго! В нашем мире встречается очень много таких случаев, когда ты получаешь... Встаешь в такой ситуации, в которой ты не... Уже не можешь следовать этим законам. Просто ты... Тебя выбивает каким-то там... Болингом, шаром там каким-то... Выбивает из этих законов. А знаете, что вас выбивает? Вас выбивает нежелание признать очевидность. Естественно, вас оно отвращает и выбивает этих законов. Вы боитесь признать правду, конечно. Очевидность – это незакон. Очевидность – это правда. Очевидность – это факт. Ну как это нет? Конечно, да. Причем здесь... Мы сейчас не о законах говорим, а о фактах. Вы боитесь... Стоп, стоп. Вы боитесь признать факты. Подождите, дайте я закончу мысль. Не, не, я не боюсь. Я хочу закончить мысль. Вы боитесь признать факты. Вы боитесь признать чьи-то аргументы. Тогда, когда вам это невыгодно. Вы сейчас не говорите, я вас не слышу. У вас нет звука. Я сейчас слышу только себя. Чтобы вы мне не мешали, я сейчас говорю. Вы боитесь, когда признать факты. Боитесь признать приведенные вам аргументы. Вы входите в противоречие сами со своей логикой. А, все, да. Убежал. Вот и вся его логика. Он не хочет понять элементарные вещи. А самая элементарная вещь – это то, что если тебе не нравится, куда тебя логика, нормальная логика общечеловеческая привела, если тебе не нравится, это не значит, что надо ей не доверять. Если логика тебе говорит о том, что Российская Федерация вторглась на территорию Украины, и факты это подтвердают, и логика, основываясь на этих фактах, говорит, да, вторглась, но тебе не хочется верить, что это так произошло. К сожалению, если ты человек честный, с какими-то принципами моральными, нормальными, ты поверишь в это и примешь это, а эти нет, естественно, ты войдешь сам с собой в противоречие. Логика твоя войдет в фактами противоречия, а неправильная логика твоя, которая входит в противоречие с реальными фактами, доказываемыми, значит, это уже не логика, это уже отсутствие логики. Ну, друзья, вот такой вот получился диспут, ну, по крайней мере, без криков, без оскорблений уже за это, спасибо, как обычно. Вот, ну, а выводы из этого, ну, давайте, давайте будем делать. Субтитры подогнал «Симон»!